Вам необходимо будет, дед, при помощи ваших помощников, изготовить из гипса такую массу, похожую на жидкую сметану. Нет, это не мастер-класс по кулинарии или рисованию. Здесь все сложнее и запутаннее, ведь это профессиональная проба или проще профиспытание, где можно получить опыт работы по профессии криминалист. Так, учащиеся сегодня узнали, что для снятия отпечатков подошвы сборщику улик нужен гипс. Самые востребованные у нас пробы проходят по специальности правоохранительная деятельность. Это у нас пробы полицейский, криминалист, следователь, адвокат. Почему они так популярны? Они популярны, потому что школьникам интересно всегда что-то потрогать, сделать, так скажем, житься в специальность и в эту роль. Подошву сделали и очистили, однако по одной улике никто подозреваемого не вычислит. Нужно узнать, например, и про орудие убийства, уметь определять тип и калибр патрона, позицию стрелка, а также его расстояние до цели. Черные следы на дощечке – это порох. По нему можно понять, что выстрел произвели вблизи. Следовательно, жертва знала нападавшего, при том очень хорошо. Ну и какое же место преступления без отпечатков пальцев? Их проявляют с помощью дактилоскопического порошка. Достаточно нанести на любую поверхность и растушевать. Далее улику нужно перенести на скотч. Лица, желающие скрыться от ответственности, вообще как бы в кислоте даже растворяли папиллярные свои узоры. Они со временем восстанавливаются, они не исчезают бесследно. И как одно из способов сокрытия следов, иногда преступники пользуются таким способом, как воском или чем-то покрывают пальцы. Когда отпечатки получены, дело остается за малым. Проверить их в базе данных, которую заполняют вручную, используя дактилоскопические карты. Я в детстве смотрела сериалы, и мне кажется, я пришла сюда. Сериалы и жизнь – разные вещи? Это да, на самом деле, если посмотреть, как тут и как там, отличаются. Самое большое отличие в чем? Большое отличие. Я не знаю даже. Там как бы показано, что все так легко, а тут сложнее все. Бесплатные пробы разных профессий в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее» в Алтайском крае проводят уже в пятый раз. В этом году в них принимает участие свыше трех тысяч человек из 55 муниципальных районов и 9 городов региона. Подобные мероприятия помогают школьникам определиться с профессией, понять, подходит ли она вообще. Так, по данным компаний, работающей на рынке образовательных технологий, четкое осознание того, кем стать в будущем, есть лишь у 42% старшеклассников страны. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.